Здравствуйте, сегодня я хочу рассказать о синдроме грушевидной мышцы. Что это такое? Это боль, болевой синдром, который локализован в области ягодицы, которая может распространяться по верхней поверхности бедра, голени, но также может эрадиировать в область паха. Что приводит к данному синдрому, что является причиной первичной синдрома грушевидной мышцы? Является патологией самой грушевидной мышцы, проявляется миофасциальным синдромом, происходит из-за того, что происходит перерастяжение мышцы, перенапряжение, травматизация в результате падения, в результате неудачной инъекции, гематомы в области грушевидной мышцы. Из-за неправильной длительной позиции, из-за сифицирующего миозита поражается непосредственно сама грушевидная мышца. Проявляется это тем, что грушевидная мышца и крестцово-осистая связка сдавливает седалищный нерв, ну и является следствием боли. Также непосредственно сама грушевидная мышца может сдавливать седалищный нерв, когда седалищный нерв проходит через толщу грушевидной мышцы и является вариантом анатомического развития. Вторичным синдром грушевидной мышцы бывает в тех случаях, когда мы имеем какие-либо патологии, заболевания, которые рефлекторно приводят к спазму грушевидной мышцы. Какие это заболевания? Это вертиброгенные заболевания, это патология крестцово-поздушного сустава, это заболевания органов малого таза, гинекологические заболевания, вертиброгенные заболевания очень часто происходят, приводят к спазму грушевидной мышцы. Чаще всего это радикулопатия корешков, которые образуют седалищный нерв, это опухоли, травмы позвоночника, спинномозговых корешков, это поясничный стеноз. Все они приводят к тому, что возникает синдром грушевидной мышцы.